Друзья, дорогие, у нас будет тема из предметопедагогики, направлена особенно для родителей. Мы будем пользоваться доской, поэтому кому не совсем хорошо видно, то можно пересесть. Для упрощения понимания некоторых истин, как в школе, пользуемся доской. Друзья, вообще мы сегодня будем говорить о самом для нас всех дорогом, о самом близком, о самом трепетном, о самом драгоценном и незабываемом. Это о детях, о детях наших, друзья. Детей дает Господь, это большое благословение, но вместе с детьми Он дает поручение. Вот я прочитаю вначале два места и Слово Божие, а потом назову нашу тему. Места для нас очень знакомые, друзья. Первая Тимофея, 3 глава, 4 стих. Здесь речь об епископе, но это слово можно обнести ко всем родителям, и не только к отцам, но и к матерям тоже. Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Еще одно слово, Ефесянам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Эти два места обращаются, можно сказать, больше к отцам, но мы сразу хотим сказать, что в равной степени они относятся к матерям. Значит, два повеления со стороны Господа. «Содержать детей в послушании» и другое повеление «Не раздражайте детей ваших», то есть не раздражать детей. И тема наша будет называться так. «Как содержать детей в послушании, не раздражая их?» Потому что это не всегда легко. Это не всегда легко, бывают дети, даже подросшие, особенно, когда они становятся умными, они вообще сообразительные. Потом говорят отцу, «А ты меня не раздражай, ты меня раздражаешь». Они же слово Божье слышат с детства и учатся делать ему примирение. Или по-другому. То есть два повеления, как содержать детей в послушании. Нужно содержать их в послушании, но не раздражая их. Бог в своё творение, в человека, в своё любимое творение вложил определённые принципы, следуя которым, это, можно сказать, довольно-таки легко и просто. Но мы знаем, что есть враг души человеческой, который особенно направлен на детей, чтобы похитить, украсть, убить и погубить, да? Которые всё делают для того, чтобы они не стали достоянием неба, не стали достоянием Божьим. А Господь хочет их спасения, да? И Он поручил родителям приводить детей, приносить сначала, а потом приводить к Иисусу Христу. Это наша задача, это цель нашей жизни. На основании возрастных особенностей мы воспользуемся некоторыми особенностями, характеристиками некоторых возрастов, для того, чтобы посмотреть один принцип, который нам поможет как раз понять или усвоить, или утвердиться в том как раз направлении, о котором мы здесь говорим. Как научиться содержать детей в послушании, не раздражая их, чтобы когда они будут подрастать, они не становились своевольными, своенравными, чтобы они не становились бунтарями или дерзкими, да? Но чтобы они любили, почитали родителей и хотели бы служить им. Ну, во-первых, родители слушаться, да? Это будет лучше сказано, и служить Господу. Значит, друзья, я возьму микрофон в руки, чтобы это было удобней. И мы сейчас обратим наше внимание на доску. Мы на доске нарисуем обыкновенную линию, которая будет означать возрастную линию. Друзья, всем видно? Хорошо, пока мы ее разделили на два отрезка, да? Значит, возрастная линия, начало жизни. И здесь мы напишем примерно цифру 20. Имеется в виду тот возраст, когда дети становятся взрослыми и уходят в самостоятельную жизнь. Где-то это бывает раньше. Если вы раньше уехали в город учиться, вчера в город, да? В 16 лет или 17, или 18, то для кого-то это будет раньше. Для кого-то это чуть позже. Ну, примерно имеется в виду тот возраст, когда родители отпускают своих детей в самостоятельную жизнь, и дети должны сами уже принимать правильное решение, иметь способность отвергать зло и избирать добро. Значит, здесь мы поставим цифру 13. Это конец детства, начало взрослости, или так называемое начало подросткового возраста. Друзья, в еврейской культуре, или в народе еврейском, заложены все любрейские принципы. Вот так Бог воспитывал евреев, да? Они ближе всего к тому, к своему Творцу, ближе всего евреи. И вот в еврейском народе в 13 лет мальчики становятся сынами закона. То есть уже ответственными за исполнение закона. То есть они становятся уже взрослыми. И мы должны это знать. Детство, друзья, заканчивается для мальчиков в 13 лет, а для девочек у евреев в 12 лет. Примерно так, да. Но так Бог и заложил в природу человека. Так Он и заложил. Потому что мы знаем, и кто помнит себя, у кого хорошая память, что в определенном возрасте мы больше не хотели, чтобы нас называли детьми. Мы хотели, чтобы нас считали взрослыми и относились как взрослые. Это, в общем-то, правильно, логично и библейски. Хорошо. Значит, мы сразу, с самого начала, исходим из того, что подростковый возраст – это не конец детства, а это начало взрослости. Мы это должны запомнить, потому что нам это поможет потом понять некоторые моменты. Но сначала мы будем говорить о более раннем детстве, друзья. Нас более всего интересует раннее детство. Потому что многие ошибки подросткового возраста или трудности, или проблемы, они имеют свои корни или свою причину в раннем детстве. Значит, неправильное отношение к детям, неправильное воспитание, может быть, неправильное влияние, неправильное использование того, что Бог нам дает как родителям, оно обязательно потом обворачивается какими-то последствиями. И первая жертва нашего неправильного воспитания или каких-то ошибок, или чего-то того, что не должно было быть, первая жертва, вот она здесь, как правило. Вот, и поэтому бывают трудности. Друзья, значит, первое я пишу два года. Вот это младенчество, это ранний детский возраст. В этом возрасте Бог заложил в природу человека, в душу человека очень-очень много возможностей. Это возраст, когда можно методом тренировки, даже своего рода дрессировки, и научить детей очень многому. И самым важным, чем их нужно и можно научить в этом возрасте, это послушание. Друзья, я здесь напишу, кто, может быть, пишет. Я буду немножко сокращать. Понятно, послушание. Дорогие папы, и особенно дорогие мамы, учить детей послушание нужно не тогда, когда им 4 года, или 5 лет, или 7 лет, или еще хуже, 13. Учить детей послушание, прививать им навык послушания нужно вот в этом возрасте. И Бог для этого все дал. Но не методом убеждения, потому что умом ребенок в этом возрасте еще не понимает, он не умеет еще умом воспринимать истинный, но именно методом привычки и тренировки. Значит, ваша задача, вы должны знать, что ваша первая задача для того, чтобы ваш ребенок был счастливым, чтобы он, будучи взрослым человеком, стал взрослым человеком и научился самостоятельно избирать добро и добровольно отвергать зло, чтобы он научился, будучи взрослым человеком, управлять своей семьей, чтобы он научился управлять своими детьми, чтобы жены научились повиноваться своим мужьям, а мужья нести ответственность за семью, то детей нужно научить послушанием. Если ребенок не приобрел в детстве навык послушания, тогда он более всего от этого будет страдать, когда становится взрослым. Родители от этого тоже страдают до какого-то времени определенного, да? Где больше, когда больше, когда меньше. Больше всего от того, что человек не научился слушаться, то есть повиноваться. Друзья, это навык, а навык переходит, я бы сказала, в интерес. Интерес переходит в любовь, как одна сестра сказала, ее спрашивают, удивляются, ты такая послушная, твоя смекровь не нарадуется и не нахвалится тобой, ты такая послушная, можешь слушаться. Она говорит, а мне нравится слушаться. Ну это мы знаем из опыта, это нечасто, это довольно-таки редкое явление. И чтобы жене нравилось слушаться мужа, она когда-то, в какое-то время должна это прочувствовать, она должна этому научиться. Я почему об этом говорю чуть-чуть больше, чтобы мы поняли важность. Послушание детей нужно не нам, родителям, чтобы нам было с ним удобно, хотя нам оно тоже нужно, да? Послушные дети всегда хорошие и приятные, да, и родителям, и окружающим. Друзья, послушание детей больше и степенью нужно самим детям. Мы должны из этого сходить. Когда мы их жалеем, когда нам их не хочется наказать, когда мы, ну, как бы боимся их там где-то дисциплинировать или еще что-то, подумайте о детях. Не жалейте себя. Родители жалеют в таких случаях чаще себя. Хотя говорят, мы жалеем детей на выезжав, когда они такие маленькие. Так, значит, в природе, в душе, в душе человека так устроено Богом, что этому проще всего, легче всего путем дрессировки можно научить в первые два года. И мы должны это знать. И для этого Бог и дал розгу. Вот. О наказании, если Господь позволит, мы будем говорить дальше, потому что это один из методов влияния. Вот. Но розга — это то, что Бог дал человеку. И в Библии, в притчах написано об этом шесть раз. И очень конкретно и интересно написано, да. Больше всего мне, ну, как бы я в свое время обратила внимание на то, что розга для глупых. Читали, да? Розга для глупых. Или глупость привязалась к сердцу юноши. Ну, кажется, юноша где там юноша, да? А к нему глупость привязалась. Ну, в принципе, слово «юноша» в Библии не всегда означает возраст. Если читать другие переводы, тогда обращаешь внимание, что это больше указывается на пол. Ну, там, можно, в немецком это может быть слово «мальчик», да. Но не в этом дело. Даже если глупость привязалась к кому-то, то от нее исцелит исправительная розга. А глупые дети когда? В раннем детстве, да? Когда они еще умом не понимают. Есть период, когда дети начинают понимать умом, да? И тогда мы обращаемся к ним, ну, как бы, и говорим, почему, нельзя, можно и так далее, да? Ну, вот эти два года, этот возраст, это не тот возраст. Это возраст, я еще раз повторяю, когда мы даем, ну, ребенка так воспитывать, чтобы он просто в себе развил такой навык, методом тренировки и дрессировки. Но для этого нужно, как бы, приложить усилия. Чтобы нам это было понятно, я использую один пример, который тем, кто постарше, будет очень ясен. Через несколько лет, может быть, лет с 10, этот пример уже нельзя будет больше приводить. Сейчас объясню, почему. Но он довольно-таки яркий. Люди постарше, которые воспитывали детей, в то время, когда не было памперсов, помнят. И те, которые, может, тогда были детьми, и приходилось за младшим ухаживать, помнят, что вся семья следила за тем, чтобы приучить ребенку к чему? В горшку. Самое элементарное, да? Чтобы научить его проситься, да? Как-то заявить о своем желании. И вся семья в этом участвовала. Это просто было даже интересно. Даже интересно. Потому что никто не хотел, чтобы было мокрое пятно на диване, или на ковре, ну, на полосе имеется в виду, или на юбке, или на брюках, да? И поэтому ребенку еще иногда было, не было годика, он не умел ходить часто. Ну, дети разные, да? А на горшок проситься уже умел, да? И сам ходил некоторые дети, сами ходили некоторые. То есть с этим проблем не было. Все ставили себе задачу приучить. Ребенка приучали, и это получалось. Получалось или нет? Да. Да, получалось. Году, как правило, к 11 месяцам, году, дети все умели делать это дело. Таким образом, как им это делали деды и прадеды, и так далее, много столетий назад, да? Сейчас, когда появились памперсы, детей не приучают к горшку. И вы заметили, наверное, что это время, пока ребенок начинает понимать, что от него требуется, что он должен делать, удлиняется, да? Я помню, у меня старший брат, у него внук старший появился, и он в такой досаде как-то говорит, ну, мой брат, он дедушка, но надо же, на собрании песни уже поет, стихи читает, Низюс рассказывает, такие длинные, а в туалет ходить не умеет, все еще, значит, это памперсы, согласен. Почему? Ребенку было уже, скажем, 3 года, 4 года, потому что упустили это время, чтобы привить такую привычку, да? Чтобы научить такому делу нужному, но простому житейскому. А потом это время удлиняется, нужно время, чтобы он начинал понимать, да, чтобы он начинал соображать, чтобы он начинал, ну, как бы из собственных побуждений, которые приходят через ум, делать это дело, да? А это, ну, у кого как, в 3, в 4, иногда, может быть, даже чуть больше лет. Таким образом, почему я говорю, я привожу этот пример, потому что он нам пока понятен. Если пройдет еще 10-20 лет, может, никому он больше не будет понятен, да? Забудут, как оно раньше было. Таким образом, ребенка в этом возрасте можно научить практически всему, чему мы хотим и чему он может в этом возрасте научиться. Понятно, да? И самое главное, что нас интересует в данном случае, послушанию родителей. Как это делать практически, друзья? В общем-то, я просто несколько советов. Маленькие дети, особенно те, которые только родились, у них есть свои потребности, физиологические потребности. Самое главное из которых – это кушать и спать. Ну, там есть еще, да? Ну, это самое главное. И они об этих заявляют потребности. Когда ребенок хочет кушать, он об этом заявляет, да? И так громко, что он, в общем-то, все услышит. Когда он хочет спать, он тоже как-то дает об этом знать. Вот. И вот когда мы удовлетворяем эти две насущные проблемы ребенка, то мы должны знать, что это первое поле битвы, как сказать, первое поле, где встречается воля родителей и греховная, эгоистичная воля ребенка. Ребенок умом не понимает, умственное у него развитие, значит, оно пока незаметно, хотя он очень, ребенок развивается умственно в этом возрасте, да? А воля у него хорошая, да? Сильная, крепкая. И она такая, что кажется, папа, мама, дедушка, бабушка, еще дедушка и бабушка с ними могут справиться, да? Какая его воля у вас сильная. Почему? Потому что Бог дал ребенку волю, Бог дал чувство, и он воспринимает в раннем детстве мир больше чувственно, чем умом, да? И он об этом заявляет. И у него есть греховная природа, как у всех нас. И неосознанная задача ребенка, он об этом вообще не думает, не понимает и не знает, это взять вверх над своими родителями. У него нет никаких больше возможностей для этого, как заставить их, когда они его кормят, укладывают спать, одевают, там еще что-то делать, чтобы они делали так, как хочет он, а не родители. Вам знакомы такие ситуации, да? В общем-то, один пример. Мы были в одной семье, там утром собирались на богослужение, там было на тот момент, наверное, 6 деток или 7 деток, самому маленькому было месяц или полтора. Мама его приготовила, завернула, положила, значит, и готовит быстро всех остальных. Ребенок начинает плакать. И в этой же семье была еще одна мамочка-гость, у нее одна девочка, маленькая еще девочка, она уже бегала. И ребенок плачет. И вот эта мама-гость, у которой только одна девочка пока, говорит, она плачет, ее нужно взять. А мама настоящая же, мама, которая уже 6 деточек, говорит, он сыт, он сухой, ему ничего не надо, он просто хочет, чтобы я его взяла на руке, пусть полежит. И он лежал. А это мама, у которой только одна девочка, так нет же, жалко же, надо же взять. А мама говорит, нет, пусть лежит. Какая мама мудрее? Ну, пример простой, да? Вот. Мама, у нее уже был не первый ребенок, как-то Господь умудрил, и она знала, что этот ребенок спокойно должен полежать. Он чуть похныкал и перестал. Победила мама. Если бы мама в этот момент взяла бы его на руки, в другой раз он кричал бы больше. Взяла бы второй раз, он в третий раз закатил бы истерику. И бывает такой возраст, когда дети все пробуют, они очень такие мастера в этих делах, да? Доходят до того, что кидаются на пол и бьют ногами, пока своего не добьются, да? Это говорит о том, что мама проиграла не раз и не два, а уже сто или двести раз, да? В общем-то, мы должны хорошо знать, что ребенку нужно или что нельзя. Родители должны сами принимать решения, а не ждать, пока ребенок своим плачем, или капризом, или еще чем-то, начнет добиваться своего. И поэтому, с одной стороны, это очень просто. С одной стороны, это очень просто. Бог так сделал, что, в общем-то, воспитание детей очень простое. А с другой стороны, в этом нужно постоять. Мы будем рассуждать, друзья, о принципах. Мы не будем разбирать все отдельные случаи. Дети очень разные, по своей наследственности, по темпераменту, по, ну, еще чему-то, по состоянию здоровья и так далее. Мы не будем говорить об отдельных каких-то случаях, но об общих принципах, которые касаются всех детей, всех людей, живущих на земном шаре, да? Везде в любой нации, в любом народе, оно одинаково. Особенно вот это в начале. То есть нам ясно, если мы хотим, чтобы наши дети нас слушали, а дети, которые слушают своих родителей, они их начинают уважать, любить, начинают почитать. Дети, которые своих родителей не слушают, им очень трудно уважать и почитать своих родителей. Понимаете, в чем еще большая беда, да? Для того, чтобы почитать родителей, дети должны их слушать. То есть в этом даже, вот, как бы, корень, залог, почтение заложен, да? И только те родители, которые научили своих детей слушать их, они будут потом счастливы, да? Они будут, как бы, пользоваться плодами этих прекрасных, ну, как бы, детей, которые они воспитают. Не надо никогда терпеть непослушание ребенка. Вот говорят такое, даже маленьких детей, не надо терпеть их непослушание, их каприз и так далее. Это, конечно, хорошо, что воспевается материнское терпение. Это правильно, что у матери столько терпения. Бог да, потому что есть много таких моментов, когда нужно терпеть. Но не надо все терпеть. Не надо терпеть баловство, не надо терпеть непослушание, не надо терпеть капризы. Никаких негативов терпеть не нужно. Это неправильно. Это неправильно. От них нужно детей освобождать. И в этом вы будете проявлять к ним свою любовь. Когда мама все терпит, когда дети ходят на головах, и мама заставляет маму делать все, что не хотят, и разными можно привести примеры, это не терпение, друзья. Это просто слабохарактерность. Легче вот так пустить на самотек, легче пусть делают, что хотят, лишь бы мне не мешали и так далее. Друзья, это большая ошибка, но мы пойдем потихонечку дальше. Значит, три года. Три года. Этот фломастер не очень хочет писать. Даже три не хочет написать. Но мы себе представим, что там написано цифр 3. Три года, друзья. Первые три года. Это тот возраст, когда в детях нужно воспитывать доверие. Вот доверие, как база оснований личности в душе ребенка, воспитывается в раннем детстве. Доверие к родителям, доверие к окружающим, доверие к членам церкви, значит, к пресвитеру и так далее. Оно все свое начало имеет здесь. Когда дети вырастают, и на нас смотришь, ну на детском, разные же дети. Что-то рассказываешь, что-то говоришь, какие-то вопросы задаешь. Некоторые дети, знаете, ну как цветочки. Только немножко солнышко почувствовали, сразу распускаются. Прямо на виду, да, как в этой камере ускоренной. Раз, и расцвели, и улыбаются. Вот это чистое детство. А есть дети, так, насупились, голову вниз, глаза вниз. И смотрят вот так немножко, как бы, ну, что сейчас будет? Чего от нас хотят? Стоит ли сказать да или не стоит? Нет, доверие, да. Да, детям некоторым, ну, по-сякому, 7 лет, 8 лет. Думаешь, почему? Почему они вот так, как маленькие вот такие зверяточки, в себя вот так ушли, в узкорубку, да? Спрятались, или как там, черепаха в узкорубку спряталась. И только чуть-чуть выглядывают. И нужно много усилия, чтобы их оттуда вот так выманить. Там одно рассказал что-то, чуть-чуть оттаялись, чуть-чуть глазки показали, открыли, да? А потом что-то другое сразу опять, раз, и закрылись. Таким детям, которые не научились вот этому доверию, в раннем детстве, которые не испытывали в семье вот эту радость от того, что ребенок появился вот в семье, эту радость, что его любят, что он нужный, да, что он любимый, что он солнышко, и как его еще называют, и что его даже и наказывают из любви, да, что его дисциплинируют. Вот это в раннем детстве все. Доверие. Друзья, здесь нужно постараться. Здесь нужно приложить усилия. И время-то нужно вот здесь детям как бы посвящать. Со временем, когда дети маленькие, у нас для них часто нет времени как-то накормить, положить, спать, еще что-то там, да, и все. А потом, когда они становятся старше, начинаются проблемы. Мы, хочешь не хочешь, должны находить для них время. Друзья, чем больше мы посвятим детям малым время, вот это удовлетворение их потребностей, это не обязательно много времени за раз, но чем чаще, по пять минут, по три минуты в день, ну, по многу раз, да, тем нам легче будет потом. Ребенку очень-очень нужно чувствовать, что его любят, что он нужен, что его хотят. Еще очень ему нужно чувствовать, что мама с папой другого любят. Ничто так не воспитывает доверие в душе ребенка, как от хороших, теплых отношений, взаимоотношений в семье между родителями. Вот это самое большее, что ребенку нужно. Им нужно вот такое гнездо, что такое теплое, мягкое. Мы, наверное, все наблюдали, как иногда птицы гнезда свои строят, да. И летает, и летает, и летает, и летает. Сначала там что-то, какой-то один материал. А совсем внутрь там обычно какие-то пушинки, что-то мягкое, тепленькое. Наша семья, наш дом должен для ребенка быть вот таким гнездышком, теплым, мягким, уютным, где он знает, что его всегда ждут, где он знает, что его любят, где он знает, что ему всегда будут рады, что есть время для него, где бы он не путался под ногами и так далее. Вот тогда он всегда будет домой бежать, даже когда станет подростком. Он не будет искать где-то там друзей. Друзья, когда дети вырастают и начинают искать друзей на улице, в школе, в классе или еще где-то, и с ними проводить время где-то, кроме дома, никогда не говорите, пока был дома, был хороший, пошел в школу, стал плохой, плохие дети, начали на него влиять. Не говорите этих слов. Никакие плохие дети не повлияют на ваших детей. Никакие дети, хорошие или плохие, вообще не испортят ваших детей, если в свое время ваши дети будут себя чувствовать дома, как в уютном, теплом гнездышке. Их всегда будет туда тянуть. Вот это мы должны запомнить, чтобы потом у нас не появились проблемы с детьми, чтобы они не начали убегать из дома, как один молодой человек с вами, не знаю, ну, сын верующих родителей. Что у нас было дома? Ну, мы все текали с дома. Никто не хотел был дома. Почему? Потому что у мамы вообще не было для детей времени. Она работала с утра до вечера для этих же детей. Она для них готовила, стирала, убирала. Она так жалела детей. Она хотела, чтобы они понасладились своим детством. Потом наробятся еще, да. Потом вырастут, да. Еще все у них будет. А теперь пусть у них будет счастливое детство. И у детей было по-своему счастливое детство. Но заключалось в том, что стали убегать из дома, да. И заниматься чем попало. А потом ушли из церкви. Ушли от Бога, да. И маму, которая состарилась, и потом с трудом ноги уже носила. Они ничуть не жалели. Потому что они привыкли. Потому что мама всегда все делала, да, для них. Из-за них. Для них это норма, да. Неправильное воспитание. И приносит всегда плохие или горькие, жалкие плоды. От которых будем плакать мы. Ну, потом у детей тоже. То есть я хочу этим сказать, что мы особое внимание должны посвятить первым годам жизни. Мы будем об этом еще немножечко говорить. Возможно, завтра. А сегодня мы пойдем дальше. Есть еще один такой возраст. В детстве ребенка это 7 лет. Закрыть, да? Чтобы вам немножко спросить. Хорошо. Дом закрывается. Так, друзья. Значит, представим себе, что здесь написано 7 лет, да. То есть 7 лет это время, когда дети уходят в школу. То есть до 7 лет ребенок находится в родительском доме. Так, да? Так. И Бог дает эти первые 7 лет жизни родителям, чтобы они полностью посвятили своим детям, да. Чтобы они полностью как бы свое влияние, свою любовь, свою строгость, свою дисциплину, все-все могли посвятить детям. И чтобы они были уже подготовлены к тому, когда пойдут первый раз в какое-то, ну, мирское общество, это школа. Кстати, друзья, что касается школы. Если у кого стоит этот вопрос, никогда не отправляйте детей в школу в 6 лет, если вас к этому не побуждают или не принуждают какой-то закон. Многие родители как бы смотрят, умненький ребенок много уже знает, некоторые умеют читать, писать, пораньше его в школу, раньше кончат, в общем, все у него будет раньше. Друзья, это неправильно, потому что ребенок устроен так, и я, это не только, ну, как бы, библейское мнение или на опыте наших верующих семей. Я однажды случайно слышала о параде еще в России, когда жила, там была какая-то передача, и один педагог, профессор, не знаю, какой он там пост занимал, значит, в Министерстве по образованию, я говорила на эту тему, и говорит, что в 6 лет дети еще для школы не подготовлены. 6 лет очень отличается от 7 лет, потому что 6 лет это вообще время игры. Ребенок психологически устроен по-другому, он еще не готов к тому, чтобы 45 минут сидеть за партой и по 4-5 или у кого 6 уроков в школе. Чисто психологически, эмоционально ребенок еще не готов. Если мы его раньше поставили в школу, у него могут быть проблемы, может быть, не с учебой, не с чтением, не там, вот с этими умениями, да, а это будет слишком большая нагрузка на его психику. Нервная система очень неокрепшая, мы должны это знать. Удлиняйте то время, которое Бог вам дал, влиять на своих детей, значит, в своей семье. Не укорачивайте его, друзья. Значит, в общем, мы должны знать, что влияние родителей на детей таково, что даже в 3 года уже воспитание характера ребенка, который потом в будущем будет проявляться, родители успели сделать больше, чем смогут за всю оставшуюся жизнь, в 3 года уже. Потому что вот дети, они воспринимают на уровне чувств, они воспринимают, подражая взрослым, они так устроены. То есть не откладывайте воспитание, не ждите, что потом все будет еще у нас время. А к 7 годам основные все качества характера в ребенке уже заложены. Да, это как основание, это как начало, это еще мягко, это еще подается изменение, будет еще что-то. Но к 7 годам основные все качества характера в ребенке уже заложены. И нужно это только уже утверждать, то, что хорошее есть, укреплять и поддерживать, и так далее. Вот это время до 7 лет, это то время, когда в душе ребенка формируются ценности. Ценности. Друзья, что имеется в виду под ценностями? То есть это то, что для ребенка на всю жизнь останется тем, чему он будет следовать. Например, я здесь внизу напишу, друзья, чтобы она немножко была перед нашими глазами, и она легче запомнился. Ценности. Первое, это почитание старших. Вот будет ребенок в своей жизни, вырос, став взрослым, почитать старших или нет, зависит от этого возраста. Не потом этому вы научите, или кто-то другой научит, или отучит. Именно сейчас. Понятно нам, да, друзья? Почитание старших. Второе, трудолюбие. Трудолюбие. А, спасибо. То есть будет человек, став взрослым, или уже может быть в подростковом возрасте подприлителем, или готовым помочь что-то сделать, зависит от этого возраста, друзья. Вот здесь нужно учить детей и привлекать их к тому, чтобы они что-то делали в доме. И они всю жизнь это будут делать. Любить, трудиться. Не все люди хотят работать, не все хотят трудиться. И тех, кто до дома жалели, тех, которые когда были маленькие, мамы говорили, да еще подрастет наработаться и так далее. Они потом не полюбят работать, а потому что они полюбят другое что-то делать. Дети всегда что-то делают. Такого нет, чтобы ребенок ничего не делал. Если он не будет помогать, он будет делать что-то другое. Он будет баловаться, он будет шалить, он будет что-то вытворять. Ну что он может без наставления, да? Вот то и будет делать. Найдет себе таких же друзей, да? Вот и поэтому это любить труд нужно в этом возрасте. Если он вырастает потребителем, он будет всю жизнь потребителем искать, кому бы сесть на шею и где бы свесить ножки, да? Всю жизнь такое бывает, такие беды. А кому-то во взрослой жизни приходится уже вот приобретать этот навык уже с большим трудом. Друзья, есть такое время, это даже половина вот этого, чуть-чуть раньше, как бы 4-5 лет. 4-5, я здесь напишу, чтобы вам было немножко зрительно. Это такой возраст, когда дети единственный раз в жизни делают три вещи, которые никогда потом не будут делать. Первое, задают много вопросов, любознательные, да? Дети очень любознательные. И никогда не надо упускать это время. Надо всегда находить время, отвечать на их вопросы. Соответственно, они много не хотят знать. Не задали вопрос, прям ответьте, соответственно, возрасту 2-3 слова или 2-3 предложения. Ребенок доволен и побежал, да, пока с другим вопросом не прибежит. Если не отдавать детям время и внимания, не отвечать на их вопросы, не идти как бы им на встречу, не попытаться понять, почему он это спросил, почему он вообще этого хочет, да, и так далее. Дети перестают спрашивать. И приходит такой возраст, мы его называем подростковым, когда они вообще ничего не хотят говорить, если они этого не привыкли делать раньше. Родители уже спрашивают, родители уже хотят что-то знать. И начинают спрашивать, а он не хочет отвечать, не хочет говорить, где он был и что делал, и так далее. Или что-то открыть, или в чем-то довериться. Никогда не упускайте это раннее детство. Вот мы прям чуть ли не каждый год отмечаем. Вот 4-5 лет дети задают много вопросов. И 4-5 лет, второе, что они делают, и никогда потом делать не будут, они говорят, мама, дай я тебе помогу, мама, давай я, папа, я с тобой. Это единственный возраст, когда дети хотят помогать. Они хотят, они подросли, они видят, взрослые что-то делают полезное. Они делают что-то нужное, да, вот там в той же кухне. Они тут же начинают нам мешать и вертеться, и куда-то залазить ручками, и иногда и ножками, да, и они хотят помогать. И от реакции, от нашей реакции, что мы говорим и что мы делаем, зависит потом, будут ли они любить труд, и они станут потребителями. Если мама говорит, уйди, ты мне мешаешь, мне твоя помощь, это больше беды, да, после тебя больше убирать, чем самой все сделать. Друзья, вы делаете роковую ошибку. Старайтесь, дети хотят быть с вами, они хотят быть с вами и делать с вами что-то вместе. Они бы сами играли с удовольствием. Между прочим, детьми надо играть, находить время, хотя 5 минут в день с ними поиграть, да, а кого больше, если еще лучше. Дети просто хотят быть с вами вместе. И поэтому они видят, что вы делаете, они видят, что папа взял молоток, гвозди и куда-то пошел. Он хочет тот же молоток, те же гвозди, он хочет быть рядом с папой. Ему может не столько нужны гвозди и молоток, он еще ценности этого не принимает, когда две доски сбились в какой-то угол, да, я не знаю, что с него будет, это он поймет позже. Он хочет быть рядом с папой и делать то, что делает папа. И папа должен приложить максимум усилий, чтобы как можно чаще дети были рядом с ним и делали то, что он делает. Если нет возможности молотка или еще чего-то, находите время. Не жалейте делать с детьми что-то вместе. Это время пройдет очень быстро. Не научили их что-то делать вместе с вами, да? Не научили их любить труд, не научили их работать. Они найдут себе занятия. Дети всегда чем-то занимаются. Да? Они найдут себе занятия. И они это занятие пустое, ненужное, иногда вредное полюбят. И будут им заниматься, когда вырастут. И еще одно в этом возрасте, что есть у детей и никогда больше не будет, это стопроцентно сильная, крепкая детская вера. Дети верят всему, что им говорят родители. Особенно если вот это доверие, если это доверие, о котором мы говорили, да, если оно укрепилось, укрепляется каждый день, и созидается, и умножается, и так далее. Дети верят всему. Они так устроены. Они не умеют логически мыслить. Это придет позже, гораздо более позднего возраста. Они не умеют анализировать, они не умеют делать выводы. Они хотят, они любят, и они умеют всему верить. Поэтому, тем более, что мы верующие родители, которые сами идем в небо, и хотим, чтобы наши дети шли в небо, мы должны детям рассказывать о небе так, как оно есть. Не упускайте время рассказывать детям о Иисусе Христе, и так, как оно есть. Да, не упускайте времени с ними молиться вместе, рассказывать какие-то. Вот это уже тот возраст, когда они понимают, когда они уже умненькие, да, когда они уже мыслить начинают, когда они много уже могут учить наизусть, кстати, да, тот возраст. Надо с детьми много научить наизусть. То есть, друзья, мы тут написали трудолюбие, да, очень важно. И вот этот возраст, что мы запомнили еще раз, дети в этом возрасте делают три вещи, которые никогда не будут больше делать. Первое, задают много вопросов. Второе, хотят помогать. И третье, имеют сильную детскую веру. Так, мы говорим о ценностях. Третье, что хочется отметить, это правдивость. Если мы хотим, чтобы наши дети нам всегда говорили правду, чтобы они выросли в жизни, были людьми, которые любят и делают правду, то вот этому надо учить в этом возрасте. И оно у них будет восприниматься как ценность, понимаете? Если ребенка приучить говорить правду, он не сможет себя вести иначе, чем говорить и делать правду. Я была в одной семье, в гостях. Это наши родственники, это было лето. Мы просто сидели общались. Вдруг приходит девочка, ей-то, наверное, три годика на вид, может быть, три с половиной, маленькая, ростик, а может быть, чуть старше. Она с соседками с детьми играла на песочнице игрушками и приносит игрушку в дом. Мама сразу, где ты взяла игрушку? Она говорит, там. И мама сразу, сейчас же иди, отнеси обратно. Она не хотела относить обратно. Ну, дети как? Каким-то образом заполучила там, не знаю, каким, да, присвоила, хочется, чтобы было ее. Мама сказала, сейчас же отнеси. И она не уступила, пока ребенок не повернулся и не пошел. Еще мама за ней проследила. А потом, когда девочка вышла, мама говорит с таким возмущением, но если она будет домой приносить вещи, она же воровкой станет. Вот это позиция мамы. Имея такую позицию, легко воспитывать детей в правдивость. Друзья, что делаем мы, когда наши дети приносят домой чужие игрушки? То чуть подосли, приносят чужие книжки. Или мы иногда так делаем, взяли у кого-то книжку почитать, и все, и лежит себе книжка. У нас с Анатолием Ивановичем много книг, да, люди просят читать. Я уже веду тетрадь, записываю все. Иногда звоню и прошу вернуть некоторых. Позвращают, друзья. Почему-то не все. А иногда через годы где-то в чужом доме, на чужом столе или в чужой полке нахожу свои книги, открываю. Правильно написано, Житомир, Елена там, или Анатолий, Друзья, я их беру, даже не спрашиваю у этих хозяев, себе сразу сумку и несу домой. Ну что я буду с ними разбираться? Они сами не помнят, когда они ее у себя, и как она к ним легла. Друзья, ну это такие вещи, которые воспитывают или лживый характер, неистый, нечестный или правдивый. Что мы делаем, когда наша девочка возвращается из детского лагеря в чужой юбке? Я не знаю, у вас такие случаи есть или нет. У меня одна мама жалуется и говорит, ну что такое? Говорит, у нас часто бывает, заезжают до лагеря или как-то там, и просят вещи, у кого-то там запачкалось, у кого-то замочилось, у кого-то что-то. А потом они в этих вещах уезжают домой, и я больше не вижу. Я говорю, я в общем-то не представляю, что это возможно. Я говорю, в принципе, это воровство. А он говорит, проблема, у меня столько вещей уже ушло из дома. Они все деньги стоили. А он говорит, девочки, мне надо их одевать. Друзья, что мы делаем, когда наши дети приходят домой из школы с чужими ручками, с чужими пеналами, с чужими? Вот это все, наша реакция воспитывает в них качества, которые станут базовым, основанием личности на всю жизнь. Если ребенок не приучен к тому, что он не имеет права в дом приносить чужую вещь, он потом будет таскать, кто знает что. Потом пойдет на воровство вообще. В квартиру залезет. Или еще что-то. Но как надо быть внимательными, как надо это учитывать? Я даже слышала такой один пример, но он меня тоже очень удивил. Мне рассказывала мама, говорит, ее сын дружил с одним маечком, ну еще такие небольшие, не знаю, сколько там лет было. И были в той семье, ее сын был на даче. Это было весной. И вот на этой даче был забор, который отделял их дачу от соседней дачи. А в соседней даче, которая принадлежала вообще не им, росли тюльпаны, красивые, махровые, такие, которых не было на даче в этом, в этой семье, да, в верующей семье. И мама говорит своим мальчикам, как она могла, я не знаю. У меня, то есть, в коль, язык не поворачивается, как она могла. Вы мне там накопаете пару луковиц? И мальчики пошли, и накопали, и принесли, и мама посадила, и цвели на ее даче, красивые, тюльпаны, махровые, разноцветные, сортовые, как мы говорим. Но в душе этих детей, если представим, знаете, что там за цвело? А может быть, уже цвело. Непредсказуемо. Это же потенциальные воры. Вот тот мальчик приехал домой, своей маме, рассказал, вот так и так, мама схватилась, это за голову. А та мама, наверное, не знаю, за голову схватится, когда вот уже вот сыну там дадут три года или пять лет или еще сколько, и будут сумки ездить, места не столь отдаленные. Мы, когда дети маленькие, так мало обращаем внимания на такие мелочи. Эта правдивость должна быть в нас, тогда нам легко будете воспитывать. Но иногда у нас не хватает мудрости, друзья. Так, это мы говорим о ценности. Следующее. Значит, церковь. Будут дети любить церковь и все, что связано с церковью. Бога, членов церкви, служителей, молодежь, хор, оркестр, все, что бы они делали, зависит от того, как мы это им привьем. Или они будут любить все земное. Если родители любят земное, у них на первом месте земное, они так привьют своим детям, что бы они ни говорили, сколько бы на собрание ходили, как бы с детьми ни занимались, что бы молодежный руководитель не говорили и служителей и пресс-фитер. Вот оно, если в раннем возрасте заложено, что для меня мирское или вот такое наш, скажем, там дом, наш быт, наша отпуска, наш досуг, все наше мебель и все дороже, чем церковь и служение в церкви и служение, посвящение Богу, дети, как правило, вырастают такими же. Как правило. И потом будут проводить общение и говорить 10 и 20 проповедей, пока у кого-то поменяется мышление. Мышление вот теперь, оно вот так формируется. А его очень трудно менять, когда человек вырастает, становится взрослым. Очень трудно. Потому что, чтобы поменять то, что вот сейчас тут вложилось, нужно не несколько лет, как, извините, с нашим первым примером, да, а нужно вообще, чтобы ему стало уже чуть ли не под 30, когда человек начинает способен что-то вот переосмысливать настолько, чтобы отвергать то, что он привык делать всегда. И не всегда, и не у всех это получается. Сюда относятся и Слово Божие, и Библия. Понятно нам, друзья, да? Вот в этом возрасте формируются ценности в душе ребенка. И что он будет любить потом, будучи подростком, будет ли он в подростковом возрасте заниматься изучением Библии, или он будет, извините, шляться по подворотным с каким-то, друзьями искать приключения, зависит не от 13 лет, и не от каких-то там 10, и не от воспитателя воскресной школы, и не от служителя, друзья, а зависит от родителей в том возрасте, когда дети еще дома, и они еще не в школе. Когда еще никто на них особо не сумел повлиять, их испортить. Но я еще раз повторю, мы должны это запомнить, потому что это важно. Наших детей никто никогда не испортит, бывают исключения, мы говорим о правилах, если мы будем молить Бога, да, и приложим максимум усилий, чтобы вот развить в них вот эти качества, как базовые основания личности, пока они еще маленькие и в нашей семье. Хорошо, мы пройдемся по этим. Вообще, сколько у нас времени, друзья? Мы должны знать, да? В какой-то момент закончить. от семи лет до двенадцати лет это время, когда в детях развиваются творческие способности. они пошли в школу, они стали много узнавать, познавать, но это знание, творчество, это немножечко другое. Бог творец, и он вложил в душу человека тоже такое желание, стремление что-то творить, что-то делать. И когда мы говорим о творчестве, естественно, мы имеем в виду и музыкальные способности, и может быть какие-то художественные способности. Друзья, но это не все. Это далеко не все. Детей нужно научить в этом возрасте, чтобы они полюбили что-то сделать, получить результат этого труда, и чтобы оно их радовало и радовало других. Вот это прививается в этом возрасте, друзья. Значит, 7-12 лет, то есть это уже как бы вершина детства, это уже такой возраст, когда дети меньше болеют, у них больше энергии, силы, они намного способны и так далее. Кто-то мне недавно рассказал такую историю, а вспомнила, одна сестра в детском лагере, она ведет кружок, мягкую игрушку, ей говорят, Галя, ты, наверное, шить умеешь, она говорит, терпеть не могу, я к шейной машинке вообще не подхожу, потому что в детстве было такое время, говорит, моя мама шила, я тоже захотела, подошла к этой шейной машинке, ну, я уже не помню, что она именно там сделала, и мама ее за это отказала, наказала ее, то есть, и ее, ну, одним словом, отлупила хорошенько, и отбила на всю жизнь желание вообще подходить к этой машине. Друзья, дети хотят что-то делать, и хотят видеть результат того, что они делали, но это еще такое время, когда они еще не могут, ну, их надо учить, да, многому надо учить. Очень хорошо, когда мама и папа много умеют, тогда они своих детей научат, но тоже нужна мудрость, ну, нужна мудрость, да, мама побоялась, что она машинку испортит, да, и поступила немудро. Надо было не набить эту девочку, просто объяснить, поговорить, сказать, что придет время, или я посижу рядом, или еще что-то, не отбивайте, вот в этом время дети очень много чего хотят, не отбивайте у них охоту. У нас все, ну, не все, но очень часто сходится, что мы учим детей музыки, посылаем музыкальную школу туда, 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 художественную школу, значит, они пришли со школы домой, а потом надо музыкалку, потом надо художественную, потом надо сделать домашние уроки, и дома они ничего не делают, и ничего они не любят делать, и ничего им не нравится делать. Друзья, это хорошо, когда они знают ноты, умеют играть на музыкальном инструменте, но гораздо важнее для мамы, будущей, мамочки. И для девочек, значит, как пока они еще поменьше, научиться другим вещам их полюбить, совсем, ну, намного важнее, чтобы они научились держать иголку в руках, чтобы они научились где-то что-то починить, где-то что-то зашить, вообще, чтобы они научились что-то делать, и потом со своими детьми бы это делали, те же самые поделки или еще что-то, чтобы, чему бы дети не научились, если вы хотите, чтобы они с вами были вместе, учите их. Я помню, мне когда старшие братья стали подрастать, мама купила лобзики вместе с ними, рисовала рисунки на фанере, вместе с ними выпиливала из этого лобзика и клеили, но они сначала не могут, папе некогда на работе, на служении и так далее. И мама видела нужду, она их учила целенаправленно. Мы еще в школу не ходили, мы уже сидели под шейной машинкой и что-то тоже шили, потому что мама это делала, да? И она всему нас практически научила. Друзья, детям нужно учить многому, гораздо большему, особенно тому, что им потом пригодится во взрослой жизни. В этом возрасте не хотят, они хотят очень многое. И даже то, что нам кажется, что еще рано, да? Будьте мудры, не отбивайте у них охоту, чтобы они учились что-то делать, чтобы у них навык был творить, не только вот потреблять, как мы уже говорили, да? Это связано немножко с трудолюбивым, но это чуть-чуть другое тено, да? Вот как приятно, когда ты первый раз связал какую-то салфетку, и она получилась, и ее еще мама помогла постирать, накрахмалить, положить на нужное место и сказала молодец, да? Ну как приятно, хочется еще делать, пусть она там коряво, пусть она не совсем коряво. Понятно нам это, да? Дети должны чему-то учиться, чтобы им потом пригодилась жизнь, ремонтировать учуги, я не знаю, что еще, братья, думайте для своих мальчиков, мальчики еще более у нас как бы незадействованы, чем девочки в нашей семье, особенно если кто-то живет на квартире на каком-то этаже, да, и нету на хозяйстве потому что они потом, время прошло, они уже больше не будут это хотеть или это делать. Бывает такое, слышала такой пример, ну я даже этих людей немножко знаю, Костина, родителей больше знаю, поженились двое, а еще до свадьбы отец невесты говорит жениху, учти, она готовить не любит. Он подумал, ну что это такое, научится, куда она денется, готовить, видите ли, не любит. Все готовят, поженились, и она не готовила, вы представляете, она не готовила, там был идеальный порядок, у нее уже дети начали подрастать, она обшивала, они ходили, у нее как куколки одеты, у нее в доме ни соринки, ни пылинки, она не готовит. Они один обед ходили, на обед, не знаю, каждый день, может быть, нет, к его родителям, благо жили в одном селе, а в другой раз к ее родителям, и вся деревня это видела, и все над этим смелись, но она не готовила. Вы представляете, почему, я не знаю, но это странно, это редкий случай, но такое бывает. Обращается сестра, ко мне у нее шесть девочек, говорит, Лена, ну извините за такой пример, что она говорит, что делать с этой юбкой, спадает. Я говорю, я посмотрела на эту юбку, и говорю, тут очень легко можно резинку втянуть в пояс, она не будет спадать, посмотрела, так что-то все более-менее. Она говорит, а я не умею, и она у нее такие голоса, как ты не умеешь, а я не умею резинку втянуть, шестеро детей, люди добрые, что она с ними делает, бедный муж, который только ездит по всем швачкам, и по всем, кто резинки втягивает, или я не знаю, как-то проблема решает. То есть, но есть возраст, когда дети хотят этому учиться, да, их нужно этому учить, да, многому нужно учить, и музыки тоже, друзья, не думайте, что я против него, но мы должны понимать, что взрослая жизнь связана с обязанностями, и у девочек одни обязанности, у мальчиков другие. Когда молодой человек женится, и не знает, как прибить попу к стенке, а есть такие, действительно не знают, и стыдно не знают, а не знают, какую руку взять в войск, какой молоток, но ни разу в жизни не держали. И что потом делать? Ну, это же стыдно. А он, ну, жениться хотел, да, а все остальное думал, что приложится, да. А потом какие-то проблемы, потом какие-то начинаются проблемы, да. То есть, готовить детей к их ответственности в будущей жизни нужно рано, раньше, там не за неделю до свадьбы или скоро. За неделю до свадьбы абсолютно это не интересует, что будет на столе. Дальше, друзья, мы еще немножечко, значит, поговорим о таком возрасте 16 лет. Это тот возраст, который мы еще называем подростком, начало взрослости. В этом возрасте детям прививается чувство долга. Не все могут прочитать, да. Чуть-чуть коряло написало. Чувство долга и ответственности. Бывает, люди, им что не поручи, они все выполняют. Они еще переспросят, как сделать, да. Они еще позвонят и скажут, сделали, или как сделали, еще что-то. А бывает такое, что не поручи, не уверены. Сделать, если не делать, надо всегда подстраховывать. Мы же говорим так, да, уже видно по человеку, что, и говорим, такой у него характер, да. Безответственный человек ничего доверить нельзя. Вот это тот возраст, когда ребенку прививается чувство долгой ответственности. Раньше трудно привить, они заняты детскими делами, друзья. Детство, оно для того, чтобы оно было детством. Не удлиняйте детство, но и не укорачивайте. В общем-то, есть как бы такие две крайности. Но когда уже началась взрослая пора, первое, чему нужно ребенка научить или подростка, чтобы он имел вот это чувство долга, ответственности, чтобы на него можно было положиться и так далее. Позже, если примерно в этом возрасте не научили этому, позже, очень трудно люди этому учатся, очень трудно. Почему? Друзья, мы должны понимать силу привычки. Значит, все черты характера это устоявшаяся привычка, да? И мы должны понимать силу привычки. Если она устоялась, чтобы потом изменить эту привычку, например, человек безответственный, чтобы потом стал ответственным, ему нужно проделать двойную работу. Есть время, когда ему нужно только научиться ответственности. А потом ему нужно как бы научиться отвергать безответственности, ну как бы ее возненавидеть или не хотеть быть таким и так далее. Это целый процесс. Отложить, как мы иногда читаем в Библии такое слово, да? А потом научиться. Это двойная работа ответственности. И человек уже должен много приложить усилия, если он как бы будет это делать, будучи более старшим. А чаще всего не получается, может, нет особого желания. Жил так, и хорошо было. Папа все решал, папа там все доставлял, да? Мама все делала. А мне было тоже хорошо. И все. Ну, жизнь разная, да, жизнь тоже учит, и Бог учит тоже. Так, мировоззрение. Это от 16 до 20 лет. Мировоззрение. Мировоззрение. То есть, как базовое основание личности или как черта характера, но это не совсем черта характера, да? мировоззрение, то есть, как, и в первую очередь то, что нас интересует, будет ли уже юноша, да, в этом возрасте признавать Бога за Творца, Спасителя, или он будет считать, что какие-то там другие идеи правильные, это зависит от этого возраста. Не раньше, а позже тоже уже трудно. То есть, именно в этом возрасте это так называемая ранняя юность формируется в мировоззрении человека. Если кто-то покаялся, это возможно, пережить возрождение в раннем возрасте, даже в детстве. Если кто-то стал членом церкви, даже в подростковом возрасте, то все равно у него еще не укрепилось, не утвердилась вот эта его позиция, отношение как мы и говорили, как мировоззрение, оно не очень не утвердилось. И мы не должны как бы удивляться, если потом дети или подростки впадают в какие-то проблемы. Мы должны знать, что если кто-то стал членом церкви до этого возраста, то надо с ним много работать, уделять внимание и стараться не быть претновением, не быть соблазном для того, чтобы у них не пошутнулась вера, которая есть, и они не оставили Бога. Наверное, такого правила у нас никогда в церквах не будет, но я бы даже сказала, что в нашей членской в таком раннем возрасте детей приглашать не полезно, если в нашей членской не проходят 100% духи единства, любви, понимания, созидания. Потому что это может подорвать веру, это может пошатнуть вообще их христианскую жизнь, они могут настолько разочароваться и соблазниться, что уйти в мир. Но для нас это важно с той точки зрения, чтобы мы обращали на это внимание, не думали, если он принял крещение, как может быть кто-то в 30 лет или 25, или там еще в каком-то возрасте, и там все уже точно твердо, когда один раз все пережито, борьба прошла полностью, это уже как бы, ну не звенешь так быстро с места. То здесь хрупко, здесь еще зыбко, здесь нужна работа. Хорошо, друзья, мы теперь еще пользуясь временем немножко расширим нашу не хочет писать ваш карандаш, а это не хочет собирать. Что тут написано? Не могу понять. там много баланса, там нельзя ага, ну, наверное, рядышком не пойдет, а другие фломастеры мы учим детей писать, тут нельзя, ну ладно, как-то придется стирать, да? Хорошо, Вечерина таки, я вот темно не назначил питание, а вот тут погодна такая пауза, вопрос, 13 лет начало взрослости и звучало как у циганов, то есть циган уже 13 лет женится, в 11 замер приходит, начало взрослости и взрослости есть разница? есть разница между зрелостью и взрослостью, значит, это начало взрослого периода жизни, раньше, даже менее ста лет назад такого понятия как подростковый период вообще не было, не было такого понятия как подростковая проблема, жизнь была другая, воспитание было другое, и в общем-то люди понимали, что они уже не дети, да, и все сегодня это так понимают, и к ним так и относились. Зрелость, друзья, это другое дело, здесь физиологическая зрелость, физиологической зрелости молодые люди достигают, как правило, и юноши, и девушки лет 22-24, физиологическую зрелость, полностью, они могут вырасти к 14 годам выше папы, но они еще развиваются, организм еще в стадии развития, и поэтому жениться и выходить замуж не советуется раньше этого периода, потому что будут даже физиологические проблемы. Далее, эмоциональная зрелость, то есть человек состоит из одной физиологии, социальная зрелость, то есть его умение о себе заботиться и заботиться о других, интеллектуальная зрелость, и особенно духовная зрелость, это все приходит с возрастом, это не возраст зрелости, это начало взрослости, мы не должны это путать, зрелость приходит с годами, физиологическая, эмоциональная, тоже связана с возрастом, но не совсем, бывают взрослые, которые не умеют себя вести и держать в руках, управлять, владеть духом сына и в 30, и в 40, и в 50 лет, это эмоциональные незрелые люди, даже если ему 60 лет, а он выходит из себя и начинает говорить непотребные и так далее, то есть не владеет духом своим, эмоциями, своими чувствами, эмоциональный незрелый человек, с возрастом это не так сильно связано, как физиологическая зрелость, но интеллектуальная зрелость это тоже друзья, знание это еще не мудрость, зрелость это обязательно мудрость, недавно вы тоже получили газету веришь и ты, там это как раз написано спереди, информация это еще не знание, знание еще не мудрость, поэтому даже физиологическая зрелость выходит за рамки этой нашей схемы, но это еще не все, что я хотела нарисовать, не очень хочет, да, друзья, тогда мы включим свое воображение и будем себе представлять, ну хорошо, раз вы все равно будете спиртом стирать то, что там уже написано, то мы еще кое-что здесь нарисуем, и это мы все оставим на завтра, потому что завтра нам тоже все будет нужно, так вы обратили внимание, что я нарисовала еще два прямоугольника, они здесь разильны пополам, потому что у нас граница, возрастная граница, эти прямоугольники разделила линией, здесь снизу вверх, а там сверху вниз, всем видно, да, друзья, так, теперь я буду говорить коротко, что я имею ввиду, вообще вот этот прямоугольник, эти два прямоугольника, об этом будем рассуждать завтра, сегодня мы сделаем вступление, чтобы у нас было общее представление, о чем вообще речь, вот в этом верхнем прямоугольнике если он будет писать, мы напишем такое слово власть родителей, что там дальше, я потом скажу, потому что а здесь внизу влияние родителей, сразу напишу и здесь, друзья, здесь тоже влияние родителей, родителей, а здесь в этом треугольничке власть, я напишу ребенка, хоть он еще не ребенок, но это условно ребенок подрастающий, да? У нас в Слове Божьем есть такое место, одно, как-то обратила на него внимание, мне оно понравилось, думаю, это как раз то, о чем здесь речь, это Титу, вторая глава, пятнадцатый стих, Титул два, пятнадцать, сие говори, увещавай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя, вот здесь это слово власть, это слово апостола Павла к Титу, но это слово можно отнести ко всем родителям, значит, говорить, увещевать и обличать нужно со всякой властью, ну мы в Библии встречаем это понятие власть, да, когда речь шла об Иисусе Христе и его народ слушал, то они обратили внимание на то, что он говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, у книжников и фарисеев были знания, у них была информация, почему-то у них не было власти, да, а Христос говорил, возможно, то же самое, очень похоже ему то же самое, да, что они говорили слово Божье, но он говорил как власть имеющий, мы коротко поговорим чуть-чуть об этих понятиях, что здесь имеется ввиду, значит, в общем-то, в современном мире, может быть, сказали бы авторитет родителей, но мне больше нравится слово власть, как Библия говорит, со всякой властью, власть имеющий, значит, мы видим, что эта линия начинается снизу идет вверх, это говорит о том, что когда ребенок родился, то в принятии всех решений, значит, влияние или на поведение ребенка, или власть родителей, она здесь, в общем-то, в принятии правильных решений, здесь еще надо было бы написать, да, абсолютное вначале, власть родителям дает Бог, он вместе с ребенком дает родителям власть воспитывать его в учении и наставлении Господнем, этой властью нужно пользоваться, эту власть нужно принимать с верой, у нас иногда не хватает веры, чтобы пользу этой властью, чтобы увещевать, говорить, обличать со всякой властью, простыми словами, народным языком можно сказать так, то есть родители могут сказать, не объясняя, не рассуждая, не растолковывая, не разжевывая, сказал, и ребенок в состоянии и обязан выполнить, в этом практически выражается эта власть. В последнее время, когда в мире все воспитание, вся педагогика поставлена с ног на голову, потому что цель сатаны украсть, убить и погубить, это легче всего через воспитание детей, то нам говорят совсем другое, говорят, что ребенок личный, что к нему надо относиться так и так и так, но об этом мы будем больше говорить завтра. Одним словом, родителям Бог дал власть самостоятельно принимать решение, что ребенок должен делать, когда делать, как делать и так далее. Ребенок имеет в себе заложенное такое чувство признания, почитания авторитета к родителям, он с этим соглашается, если это разумно, чем дальше уже играет роль справедливая и так далее. Ребенок готов на это согласиться, и этим нужно пользоваться, вот в этом суть. Чем старше становится ребенок, тем мы видим увеличивается влияние родителей, что включает в влияние родителей, мы будем рассуждать завтра, это не один пункт, а несколько, да? Вот. И именно к этому моменту, к этому моменту, когда ребенок становится, переходит во взрослый период жизни, власть родителей, то есть я сказала и ты сделал, кончается, сходит на нет. И мы должны это всегда видеть впереди. Есть время, когда мы можем сказать, ребенок обязан и может и хочет послушаться, а есть время, когда этого уже не будет и не должно быть. Увеличивается влияние родителей, то есть родители могут только влиять на него. Кстати, я скажу заранее, что наказание это тоже одно из средств влияния. Часто считают, что наказывать это утверждается у вас. Нет, нет, наказание мы только влияем на детей. Когда ребенок переходит во взрослую фазу своей жизни, то эта власть передается в руки, что она в себя включает. То есть ребенок должен уметь хотеть добровольно и как бы охотно отвергать зло и самостоятельно избирать добро. Когда детям по 14-15 лет и имя любой может манапулировать, это говорит о том, что воспитание было неправильным или каким-то недостаточным и что-то было не так. Бог так сотворил человека, что он способен в этом возрасте уже противостоять плохому влиянию, искушениям и избирать добро и идти за этим добром. И чем старше он становится, и вот тут как раз мы опять видим, что это как бы когда он покидает родительский дом, то в идеале ребенок должен быть способен стопроцентно владеть собой и принимать правильное решение. Потому что он ушел из родительства дома, родители уже не могут на него даже повлиять так, как бы они. Влияние родителей становится все меньше и меньше и меньше. Человек уходит во взрослую жизнь, его нужно подготовить. Цель воспитания это не дать детям просто счастливое детство, чтобы они радовались и были довольны. Цель воспитания подготовить детей к взрослой жизни, к ответственности взрослой жизни, к серьезной жизни, и подготовить детей к встрече с Богом. Обязательно, потому что они не смогут прожить свою взрослую жизнь без Бога хорошо и правильно. И если ребенку, скажем, 15 лет, ему говорят, друзья, давай пойдем туда или туда и туда, и он скажет, нет, мне папа сказал, что я после школы или училища или где он находится только домой, то это говорит о том, что ребенок начинает пользоваться своей властью, которую Бог дал. Но к этому его надо привести. И для того, чтобы он научился сам потом делать, родители должны правильно пользоваться властью, которую Бог им дал. Вот. Ну, друзья, у нас, в общем-то, осталось совсем немного. Я думаю, что мы на этом закончим. Братья тоже, наверное, захотят призвать к молитве, да, как-то закончить эту мысль. Если Господь даст, то мы именно вот об этом будем говорить завтра еще. Хорошо? Я думаю, можно остановиться на этом. Или есть вопросы? Может, что-то не совсем понятно сказано, да? да, можно задать вопрос? А если будет ребенка 9 лет, и он самостоятельно хочет читать видео, надо его понять, Ну, поощрять там, ну, как-то, это нормальный или нет? Ну, что делать? Надо его заставлять, да? Вот давайте мы даже здесь найдем 9 лет. Это где-то здесь. Где-то здесь 9 лет, да? Именно что касается этой схемы, то есть какой-то процент для родителей еще осталось сказать, что ты должен, но больше уже нужно пытаться другими методами повлиять на ребенка, да? Методы влияния на детей, на поведение детей, мы будем говорить об этом завтра, поэтому не хочется сильно затрагивать. Но я думаю, что вот эту любовь даже к чтению Библии нужно тоже раньше прививать. Раньше прививать. Есть такой возраст, когда дети с книжками за вами ходят по пятам и говорят, папа, мама, почитай. Есть такое? Есть. И что мы им говорим? Ну, вот, зависимо от того, что мы им говорим, дети разные. Кто-то, несмотря на то, сколько раз его от себя отсылали, он придет и в сотый раз, да? Но дети разные, а кто-то не придет. То есть мы как раз должны иметь в виду, и об этом была речь, чтобы, когда у ребенка есть исключения, и все вправо есть исключения, мы об этом не говорим, да? Когда у ребенка есть желание, мы не должны отбивать желание. Не к чтению, а вообще книжек. Любовь к чтению нужно тоже прививать, да? Хорошие книги им находить. Читать взрослую Библию детям не всегда интересно, потому что они не понимают. Поэтому это нужно делать вместе с ними. Если это делается дома регулярно, или хотя бы почти регулярно, да? И для детей интересно, то, ну, редко бывают дети, которые отвергают. Тогда там уже другая причина. То надо этим заниматься отдельно и особенно. Ну, вообще, нужно объяснять, нужно садиться рядом. Нужно, вот что вам, это вам по воскресной школе читать? Или там, еще не знаю, по какому плану. Давай вместе почитаем. Нет, вот просто по плану. Ну, вот детский план. Детский план, по плану, да? Почитайте вместе с ним. Потому что сейчас вопрос стоит, что делать, да? У нас уже проблема появилась. Найдите время, чтобы читать вместе с ним. Находите там интересные места. На что стоит обратить внимание? Чтобы это был не просто текст. Да, потому что, ну, так теперь и нужно, да? Потому что, как сказать, ну, в самостоятельности дети тоже ходят в разных вопросах по-разному, да? Нужно обратить на это внимание. Детям, понимаете, друзья, мы мыслим не словами и не строчками, мы мыслим образами. И некоторым детям из этих слов, почему интересно книжки с картинками? Потому что сразу, ага, увидел, образ сложился, запечатлелся в мозгу. И приходит понимание того, что она есть. Простой библейский текст, с него трудно, как бы, ну, так, чтобы получился образ. Нужно помогать им, пока они не понимают, то есть у них образы не складываются в их мышлении, в воображении. Оно им будет неинтересно. А вы им помогите, там, найдите что-то, чтобы какую-то картинку так представилась, да? И за это зацепился ум, память. Зацепились бы за это. Чувство долга, ну, уже пример, когда оно есть, да? Или как его развивать? Или как? Да, как его развивать. Как его развивать, чувство долга? Думаю, когда детям, когда они начинают ходить, им 2-3 года, им надо уже давать задания. Вот эти ботиночки дорогие должны стоять вот здесь, и нигде в другом месте. И они такие, они с игрускими уже играть могут. Они могут уже разобрать целую машинку, собрать, правда, не могут, но разобрать могут. То есть они могут эти ботиночки поставить. Давать им конкретно определенные задания. Если они покушали, вот у вас, пожалуйста, что у вас осталось на столе? Ложка, может быть чашка, может быть, ну, тарелка. Говорите детям, чтобы они это сами уносили со стола в мойку. Мама не должна все делать. Хороший организатор не тот, кто сам все делает, а у кого все работают хорошо, да? Находите своим детям работу. Вот, и постоянно, например, чуть дальше, только в школу пошли, или даже в собрание пошли. Вот у нас есть платье для собрания, а есть одежда для дома. Переоделись, одежда для собрания должна сразу попасть в шкаф. И может это и 4-летние, и 5-летние, если его приучить? Может. Не хотят, правда, да? Наша задача приучить. И так далее. Чем больше возрастают, тем больше на них возлагается ответственность. И таким образом у них там надо где-то и похвалить, и поощрить. Ну, в общем, как всегда. Как всегда, да? Чтобы это, чтобы они хотели это делать. Просто, когда они стали с 13 лет. Само чувство, понимаете, ответственности. Дети еще слишком маленькие, чтобы они что-то делали из чувства долга. Убрать те же игрушки в 3, в 5, в 4, они не из чувства долга будут делать, а из послушания. Вот послушание научили, из послушания они будут их убирать. А потом у них появится понимание, что я должен дома что-то делать. Я должен маме, папе помогать. Я не должен быть, ну, таким потребителем, или трудным, или как хотите, их там учите, да? А я должен быть полезным. И вот это сознание долго, оно не прививается раньше, оно прививается потом. А тут, пожалуйста, значит, из послушания. Тут работает вот это. Да? Чувство долга, которое поменяет слово «должен». Да, да. Чувство ответственности, обязанности, долга. Но долг это чувство обязанности. Он может понять не обязанности, да? Но даже из любви, когда я была в пятом классе, значит мне было 12 лет. У меня есть брат на два года старший, ему значит было 14 лет. Мама, наша мама попала в больницу. У нее в общем была проблема с легкими, но еще до больницы и после больницы, это еще до больницы было, она заметила, что и утром, ну сельская хата, которая отапливается зимой в Сибири, значит днем топится, а зимой ночью не топится, к утру холодно, да? И она заметила, что если она утром встанет, холодная хата, то ей надо сильно кашлять. Ну кашлять такой сильно. А папа на работу ходил пол пятого, каждый день без выходных работали. Вот она жизнь иногда заставляла детей как-то к чему-то привлекать, да? Тоже было жалко, но потом благодарили жизни, родители всех. И мой брат, ему было 14 или около этого, он утром вставал сам, его никто не просил, не говорил, встал, топил печу, чтобы когда мама встанет, было в хате тепло. Потом он брал свой портфель и шел в школу. Его никто не просил. Он так, мы вообще очень любили маму свою, мы ради того, чтобы мама лишний раз улыбнулась, были готовы сделать все, да? Ну, как дети, как дети, да? Вот он это, он у нас много очень с чего делал. И, конечно, мама это помнила до конца своих дней, как вот этот ее сын, подросток, вот такую любовь к ней проявлял. И всегда помогал. Сколько родителей жили, всегда помогал. То есть это тут и не только долг, тут и другие чувства включаются, да? И любовь, и желание помочь, и... Мне... Да? Много детей, и малыши, и малыши, и малыши, и доверять детей, которые более старше, дети, и предлагать, что они мечтали? Конечно, можно. Можно и нужно. Можно и нужно. Те, которые старше, это опять-таки и воспитание старших, и на пользу младшим. Там, где большая семья, там же вот все возраста проходят, да? Одновременно могут быть все возраста. И вот чтобы старшим помочь что-то развить в себе, да, из того, что их возраст у боли, это же не все, друзья, это просто некоторые вот такие моменты, ну, что обо всем говорить трудно и времени не хватает. Да, естественно, они обязательно должны с младшими заниматься, конечно. И маму освобождать, и маму на кухне освобождать, чтобы мама книжку почитала младше. Тоже можно и хорошо. То есть мама должна быть как капитана корабля. Можно еще вопрос? Все восполять. Что делать, если обеды у ребенка связаны... Почему у меня работа тяжелее, а у моего брата, там, у сестры легче? И постоянно, когда задаешь задания, обиды, что у меня всегда работа труднее. Ну, это надо больше знать ребенка, да. Мы старшим даем задания труднее. Это одна из причин, почему. Ты старше, ты, значит, больше можешь делать. Ты разумнее, ты крепче, ты здоровее и так далее. Если дети, ну, как бы, не возраст здесь, проблема, да. Может быть, я не знаю, какая там ситуация. То вы старайтесь менять работу. Сегодня, ну, каждый день же что-то повторяется, да. Сегодня дали тому это, а завтра на ворот. Еще как-то. Старайтесь в этом быть мудрыми, да. Постоянная обида, там должна быть другая причина. Там причина не в работе, там что-то какая-то... Может быть, вот эта неудовлетворенность в чувстве любви, или что ребенок считает, что его не понимает, или еще что-то. Он не может это сказать, он сам не знает, что у него живет там внутри. Он как может, так выражает. Вот работа подвернулась, вот он за работу сказал, да. Вообще надо бы немножко разобраться, что у него там. Может, там другая совсем причина. Ну, обида на что-то другое, да. А так старайтесь менять. Хорошо, когда в доме есть дежурство, когда есть старшие. Очень хорошо, посильный детский труд передавать в их, чуть ли не обстоал, владение. Чтоб там был ответственный, чтобы он распоряжался. Кто сегодня, ох, они будут работать, распоряжаться. Лучше вас, да. Только надо, чтобы, конечно, не слушались. Как можно больше передавать ответственности в их руки. Им это нравится, да, вот уже еще в детстве. И вот вы отвечаете за уборку комнат, например, там три девочки. Вот это будет старше, или эту неделю, эту следующую неделю, та, ну, как хотите. У вас, вы лучше знаете своих детей условия. И сделайте из их обязанностей, ну, чтобы это было им в удовольствие. Приедет детям труд бывает нелегко. Особенно, когда упущено в то время, когда они хотели, да. Ставьте, чтобы это было для них радостью, удовольствием, чтобы они увидели какой-то результат, плод, чтобы было какое-то поощрение. Это не больше всего, поощрение. А почему бы и нет? Поощрение – это тоже целое искусство. Можно так поощрять детей, еще ни одной копейки не потратить. Да, вы получите. Я хочу рассказать, ну, историю праздничного. Я думаю, для меня до сих пор загадка. Служитель приехал в одну семью, рассказывает мне лично, говорит, дети так вокруг него бегают, бегают. А та девочка стоит, поет посуду, и так на него смотрит. Ей тоже там хочется. Она говорит, а что ты? Говорит, вы понимаете, мне мама сказала, если я буду послушной, она мне разрешит помыть посуду. И вот она быстро моет. Вот она была послушной, и мама ей разрешила помыть посуду. Вот это как поощрение. Это как поощрение. Это проблема, особенно для городских, в селе, хочешь не хочешь, работа найдется всем, и это благо, и слава Богу за это, да, вот, я думаю, что отцы должны быть находчивые, с целью воспитания, особенно сыновей, искать, ищите, ну, какая роль отца в воспитании детей, мы понимаем, главное, ответственное, они, в общем-то, отвечают. Я думаю, что папе надо поменять работу, ради сына, да, и постараться понять свою роль и ответственность, да. Может, и вы слышали, вот в Киеве такая семья есть, они сейчас, правда, переехали, они усыновили трех мальчиков, Дудкин, Игорь и Вера, они врачи. Они усыновили трех мальчиков, а сами были в возрасте, и мальчикам было уже 9, 10, 11 или 14 лет, вот такие родные братики. Это долго длилось, они долго хлопотали об этом и все. И папа, он работал на скорой помощи, чтобы быть более свободным, он ушел с этой работы, он работал один день в неделю, чтобы этим детям, они сейчас трое мальчиков пришли в их семью, дать максимум того внимания и так далее, и так далее, что уже, может быть, по возрасту было упущено, и чтобы их привязать и к семье, и к церкви. Потом они переехали в село, но там был дом у жены, от родителей остался, там у них и совместная работа, и труд, и стройка, и все, что хочешь, и сегодня старшие двое уже члены церкви. То есть папа просто ушел с работы. Для детей, друзья, деньги не ценные. Мы должны понимать, да, ну, нужно жилье, в общем, у нас не эта тема теперь, но мы должны понимать, что ребенку абсолютно все равно. Стоит ли эта игрушка, скажем, 100 гривен или 1000 гривен, и вообще ничего не стоит, папа сам смастерил там из досочки или еще чего-то. Для них это вообще никакой разницы нет. Не тратьте много денег на детей, но уделяйте им больше времени и любви, и внимания. Ну, понятно, что и деньги надо, но... Понятно, друзья, но у нас есть приоритеты. Мы что-то ставим на первое место, что-то на второе, что-то на третье. Вот с этим надо чуть-чуть, как бы, поработать. Что важнее, что важнее. Друзья, я предлагаю, чтобы мы вместе с вами в заключении помолились Богу. Вы знаете, я сижу с ним...